Добрый вечер в прямом эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей, мои коллеги и я, Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. В поисках равновесия. Жители домов по улице Карла Литмихта боятся выходить из квартир. Придомовая территория покрылась толщей льда. Кто должен бороться с обледенением? История сквозь года. Школьники и студенты со всей области погрузились в исследовательские работы. Стартовали малые демидовские чтения. Чем история берет за живой молодежь? Военные игры для школьников. Старт дан в военно-спортивной игре «Зорница». Какие этапы в этом году предстоит преодолевать школьникам и студентам? Рекомендация. Руководство к действию. Благоустройство города теперь будет по новым правилам. Сегодня мэр города Сергей Носов вместе с созданной рабочей группой рассмотрел проект обеспечения чистоты и порядка в Нижнем Тагиле. Правда, принять его сразу не получилось. Правила вызвали ряд нареканий. По определению размера и границ прилегающей территории рекомендуется исходить из следующего. У меня вопрос к слову «рекомендуется». Рекомендации, знаете, есть такое, носят рекомендательный характер, не обязательный к исполнению. Ну не выполнил я вашу рекомендацию, имею право. А я не выполнил рекомендацию, что правила, и это один момент. Или я не выполнил правила, другой момент. Все недочеты в ближайшее время будут исправлены. После доработки документ будет утвержден главой города и размещен на официальном сайте Нижнего Тагила. Вступит в силу проект уже в этом году. Коснутся новые правила озеленения, освещения, содержания зданий, уборки мусора, чистки дорог. В продолжении темы облагораживания города. Нижний Тагил занял второе место в областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование», участие в котором приняли 36 городов Сердовской области. И призовой фонд за второе место составит 1 миллион 250 тысяч рублей на приобретение дорожно-строительной техники. По приходу денег мы на сегодняшний день определимся. Я думаю, что это будет техника для уборки, для обслуживания тротуаров. То есть это техника, которой нам на сегодняшний день очень не хватает. Обойти наш город по благоустройству удалось только Каменску-Уральскому. Он занял первое место. Екатеринбург стал третьим среди основных показателей, по которым оценивалась работа муниципалитетов стало состояние городских дорог, тротуаров, содержания уличного освещения, городских зеленых насаждений. Однако городу есть к чему стремиться. Проблем в благоустройстве меньше не становится. Особенно это касается внутриквартальных территорий. Жители домов по улице Карла Липнихта ищут равновесие, чтобы не упасть во дворе. Придомовая территория и крылечки подъездов покрылись толщей льда. Кто должен бороться с обледенением, выясняла Елена Терехова. Эти соседки друг с другом знакомы чуть ли не с молодости, но только сейчас ощущают, насколько друг к другу нуждаются. Страх берет, говорят, гололед преодолевать в одиночку. Вы сходите попробуйте в магазин купеческий, не подойти. Сходите вот там открыли в магазин, где был гастроном, не подойти. Вот четыре дня мне соседка носит хлеб, потому что я не выхожу, не могу. Я упала один раз, у меня ноги болят, я инвалид. И как вот я могу ходить, упасть, чтобы вообще не лежать и лежать. Благо, говорит пенсионерка, их проблемы сегодня припорошила снегом. Чаще рассказывают, в их дорожке можно словно в зеркало глядеться. Их скользкая история, из-за чин устроила погода, а коммунальщики жалуются, заканчивать ее не стремятся. Вот и растянулся каток на несколько десятков метров. Как вам тут катушка? За коляску ходить даже. В управляющую компанию обращаться бесполезно, потому что по другим вопросам обращались несколько раз. И все настолько у нас приказно, нас выгоняют и больше никаких гвоздей. И вот сегодня в управляющей компании тишина, директора на месте нет. Уехал по делам, объясняют сотрудники УК «Универсан». И жители, в свою очередь, туда не стремятся. Протаптывают новые тропки к своему дому. Елена Терехова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. История сквозь года. Школьники и студенты со всей области погрузились в исследовательские работы. В Нижнем Тагиле стартовали 14-е малые демидовские чтения. Чем история берет за живой молодежь? Далее. Слайд за слайдом появляются исторические изображения. Вот механизм первого радио. На следующем снимке его изобретатель Александр Попов. Этих фотографий не найти в интернете, да и в книгах еще нужно поискать. Чтобы собрать исторический архив воедино, Егору Скороходову пришлось ехать в Краснотуринск. А я поехал в Краснотуринск, пофоткал там все, там дом-музей, он такой есть, посмотрел и написал статью. Собранный материал для научной конференции «Малые демидовские чтения». В нашем городе она проводится в 14-й раз. Мы знаем, что в Нижнем Тагиле действуют две программы для школьников. Дети младших школьных групп и старшеклассники изучают Нижний Тагил, его историю, края по двум программам. Я тагильчанин и мы живем на Урале. А вот выходя из школьных стен, становясь студентами различных учебных заведений, как-то это терялось преемственностью. Очень важно, что именно Демидовский колледж вот эту нишу заполнил. «Малые демидовские чтения» позволяют развивать, уверены организаторы, немало личностных качеств. Помогают раскрепощаться перед аудиторией, учить самопрезентации и не только. Они приучают себя к исследованию, они приучают себя серьезно работать с литературой. Не просто с интернета скачивать, а брать какой-то печатный источник, его читать, анализировать и интерпретировать. В этом году чтения делятся организаторы, произвели фурор и по количеству работ, и по географии. Первые участия приняли 18 городов – Екатеринбург, Талица, Камышлов, Ирбит и другие. День рождения с главой города. Сергей Носов пригласил к себе тагильчанина и поздравил с юбилеем. 60 лет сегодня исполнилось почетному гражданину города Юрию Филину. Этот пиджак он редко достает из шкафа, бережет, как реликвию. На нем висела не одна награда, что заработал. Половину раздал, но осталось самое важное для него, подтверждающее, что он в Тагиле – гражданин почетный. Я сижу в лодке посреди черноисточинского пруда. Мне звонок. Позвонили, посреди пруда доложили, что присвоено звание почетный гражданин. Я, собственно говоря, сначала-то и не въехал, по-честному, а потом уже начало до меня доходить, что такое звание мне присвоили. Получил звание за то, что три года подряд становился лучшим рабочим. Горновой по профессии даже и не подозревал, что достигнет такого звания. Просто делиться к работе подходил с любовью. В сложном организме доминого цеха разбирался лучше любого специалиста. Готовил продукты плавки. Вот кто хоть раз сталкивался с жидким металлом, да, это как бы дело такое, типа наркотика прихватывает. Чувство такое, что ты им управляешь, понимаете? Ты хоть захочешь, закроешь, захочешь, откроешь, захочешь, он туда подъезжает, захочешь, туда вот. Вот это интересно очень. Ушел на пенсию вместе со своей печью, когда ее закрыли. Но от того, что больше он не горновой, в городе Юрия Филина не забывают. С днем рождения почетного гражданина пожелал поздравить Сергей Носов. Грамота и букет Металургу от Металурга. Елена Терехова, Павел Охотников, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. На одного почетного гражданина Нижнего Тагила может стать большим. Кандидатура Андриана Челентана выдвинула общественность. Накануне в соцсетях тагильский блогер разместил опрос за то, чтобы дать гражданство и прописку итальянскому актеру в нашем городе. Допустим, в Саранском, Ордовии сделали жителям города депортие, то чем это хуже? То есть, мне кажется, это должно вообще войти в моду, что ли, в России. Почему бы и нет? В планах блогера составить официальное письмо на имя президента России и главы города Сергея Носова, чтобы те помогли оформить гражданство Челентана и предоставили ему квартиру в Нижнем Тагиле. Пенсионеры вооружились фотоаппаратами, чтобы запечатлеть любовь. Так ветераны Ленинского района готовились к персональной выставке. Кадрами запаслись, и вот сегодня свои снимки продемонстрировали всему городу. Любви все возрасты покорны, убедилась Елена Терехова. На ватмане его любовь. Кадры, которые рассказывают о дорогих сердцу Валерия Калинина моментах. Путешествия по Уралу, виды города и любимые внучки. Есть и те снимки, смеется, которые и сами в руки шли. В районе Гальяна-Горбуновского массива, 300 метров от Мегамарта, вот он такой сидел. Первый раз вообще заяц не увидели? Нет, не первый, там они живут. Вот этот заяц получился, тоже два кадра успел сделать, и заяц ушел. Но эти кадры не просто результат щелчка фотоаппарата. Каждый снимок Валерий Калинин выверяет и следит за правильным построением кадра. Так учат в кружке фотолюбитель, занятие в котором не пропускает. Или это делать, или вообще не заниматься этим. Потому что людям хочется научиться фотографировать, а научиться фотографировать – это достаточно сложно. Или мы просто как акыны, вижу, что пою, или надо передать то, что ты хочешь. А практически они все в семьях, эти старички. И снимают внуков, детей, снух, детей. И вот надо получиться так, чтобы семейный архив у них получился очень приличный. Снимки для них – работа домашняя. С готовыми кадрами ветераны Ленинского района приходят в центр. И уже там смотрят на них с профессиональной точки зрения. Евгений Зыков показывает программы обработки. В таком режиме занимаются целый год. Сегодня на выставке с любовью по жизни демонстрируют свои умения. Мы, вернее, смотрим на их любовь, на их отношение к жизни, природе, к родственникам, к животным. Вот если вы внимательно посмотрите на эти фотографии, у каждого автора вы поймете, что своя любовь. Их снимки начинали смеяться руководитель с огурцов и помидоров. И вот сегодня доросли до любви. И это не предел, уверен. В скором времени у пенсионеров по расписанию уроки фотошопа. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Военные игры для школьников. Сегодня стартовала районная военно-спортивная игра «Зарница». Какие в этом году школьникам и студентам предстоит преодолевать этапы, расскажет Сергей Копылов. С патриотических песен началось сегодня открытие военно-спортивной игры «Зарница». В зале сплошь береты, пилотки и фуражки. Все эти ребята – участники военизированных отрядов, учебных заведений города. Сегодня Ленинская администрация проводит 15-й раз районную военно-спортивную игру «Зарница». В ней участвуют школьники и студенты СУЗов. Команд всего у нас 16. То есть также делятся младшие школьники, старшие школьники и студенты. Первый день юные кадеты представили на суд строгого жюри свои визитные карточки, участвовали в конкурсе военно-патриотической песни и показали свои знания истории Отечества. Знаете, с каждым годом действительно команды подготовлены все лучше и лучше. И хочется отметить, что очень много выпускников школ потом выбирают профессию военных. И благодарят, и мы с ними встречаемся. Военные игры будут проходить два дня. Уже завтра участники посоревнуются в стрельбе из пневматического оружия на этапе «Снайпер», поучаствуют в спортивных состязаниях, а также покажут навыки оказания первой медицинской помощи. Итоги «Зарницы-2013» подведут в четверг, 28 февраля. Сергей Копылов, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefiz.tv.ru раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. Делайте новости вместе с нами. А впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго. До встречи. Спутника, который в прошлом сезоне боролся за 16-ю строчку в турнирной таблице, нынешний сезон уже стал вполне успешным. Успех тагильчане закрепили накануне победой в заключительной игре регулярного чемпионата. Последними под раздачу попали хоккеисты Ишстали. Спутник провел игру с явным преимуществом, забросив Ижевчанам пять шайб. Удмурты ответили тремя забитыми голами. На этом сезон для Ишстали закончился, а тагильчане готовятся к играм на вылет. Если в начале сезона у Спутника была цель пройти в плей-офф, то по ходу чемпионата она была скорректирована до попадания в десятку сильнейших. И тагильчане с этим справились. Место в одной восьмой финала Спутник обеспечил себе еще несколько игр назад. Вопрос стоял в том, с какого места и на чьей площадке начнется второй круг. По итогам регулярного чемпионата команда находится на шестом месте и начнет игры плей-офф двумя домашними встречами с хоккеистами «Динамо» из Балашихи. В Балашихе 3 и 4 марта. 7 и 8 марта команды встретятся в Балашихе. И если четыре встречи закончатся ничейным результатом, то 10 марта состоится еще один матч снова в Нижнем Тагиле. Тагильские тэквонтисты признаны сильнейшими на региональном турнире. В Екатеринбурге завершились областные юношеские игры боевых искусств, собравшие сильнейших спортсменов со всей Свердловской области. В рамках игр проводились областные соревнования по олимпийскому тэквондо. Среди 100 бойцов тагильчане заняли несколько призовых мест. Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Александр Удачин, Семен Востриков и Максим Карелин. Мирон Нестеров и Никита Шерстнев заняли вторые места. По итогам турнира сборная Нижнего Тагила, состоящая в основном из спортсменов с дюшер «Уралец», заняла первое место в общекомандном зачете. Подготовили чемпионов Владимир Морозов и Игорь Русских. По словам тренеров, часть победителей уже отправилась на другие соревнования. С 27 февраля по 3 марта в Москве пройдет чемпионат России по тэквондо, где Нижний Тагил будут представлять более 10 спортсменов. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ.